Привет спонсорам, подписчикам и гостям моего канала, и в этом выпуске мы поговорим о новой партии фишек. Но для начала напомню, что у меня появилась такая штука, как альбом, который максимально улучшит качество вашего развития, ускорит процесс этого развития. Вы будете знать много полезных дополнительных фишек по игре, и много чего вы не знали, есть в альбоме. Обращайтесь ко мне, либо каждый день на ежедневных стримах, после 19.00 по Москве я запускаю, либо с 18.00 по серверу, смотрите как удобно. Там мы общаемся, я бью боссов, разные темы обсуждаем, не только по игре и прочее, очень много полезного. То есть вы, раз вы играете в эту игру, можете смотреть и играть одновременно, уверяю, у вас будет намного интереснее. Особенно если вы ни разу не были на стриме, зайдите да зацените. Также вы можете за альбом обращаться ко мне вконтакте, в телеграме, либо вайпере. Все ссылки на мои соцсети есть в описании под роликом, и, наверное, если не забуду, оставлю в закрепленном комментарии. Итак, давайте начнем с первой. Открыть всех пэтов. Я для себя коротко выписываю, что такое открыть всех пэтов. Смотрите, когда вы новичок, и, соответственно, вы уже, к примеру, сделали задание. Насколько помню, мне тут люди подсказывают, я давно это сделал. По-моему, на врата измерения 8 уровня, то ли 8, то ли 9, вам понадобится 19 раз объединить любых пэтов. То есть, к примеру, 19 раз объединить синих пэтов. То есть 4 вы вставляете, что такое объединить. Заходим вот сюда. Так, объединить. И находите ваших пэтов. И, соответственно, вставляете там хорошие, там 4 штуки. Объединяете. Либо сразу 8, 12 и так далее. Соответственно, вам нужно так сделать 19 раз. Но все лишние пэты, которые у вас остались, или вы, допустим, там уверены, что сделаете это задание без этого, каждого пэта вам нужно открыть. Что это означает? Когда у вас в инвентаре вот здесь вот лежит пэт, но при этом вы его еще не открыли, он вам не добавляет БМ. Сейчас покажу пример. Когда вы зайдете во всех пэтов, каждый пэт добавляет вам какой-то эффект. Допустим, физ атака плюс 20, или давайте вот этот вот маг защита и так далее. То есть каждый пэт какой-то бонус добавляет. Вон физ защита плюс 5, маг защита плюс 5. Конечно, не все статы вам нужны. К примеру, если вы арбалетчик, маг атака вам ничего не даст. Но сам факт того, что каждый пэт для многих классов добавит вам БМ, даже если вы его не вставили в инвентарь. Да, это очень важно. К этой же не то чтобы фишке добавлю то, что нет смысла выставлять, допустим, поросенка на первое место. Или этого питомца ставит сюда. То есть хоть и у него и висит корона, корона обозначает, что если у вас в настройках вашей игры включен питомец, отображение питомца, то значит вот эта кошка у вас будет как раз таки отображаться. Сейчас, правда, есть какой-то баг, существует, отображаются питомцы, которых у вас либо нет, либо, скажем так, они далеко не стоят у вас лидерами. Поэтому, невзирая на этот баг, вы выставляете лидером того питомца, который вы хотите видеть возле своего персонажа. Думаю, это понятно. Поэтому, если у вас вот здесь в инвентаре висит, к примеру, вот эта змея, и у нее тут значок единички, либо new, то есть у вас ее нету, советую вам открыть эту змею, хотя вы заранее посмотрели и подумали, что вот, наверное, этот питомец будет максимально для вас бесполезен. Он ничего не дает, да? И смысл его открывать, если его можно сразу либо в кодекс отправить, либо, соответственно, закинуть в объединение. Но тут, как бы, и вы отчасти правы, и с другой стороны нет. В любом случае, вам придется открыть всех питомцев для того, чтобы получить с каждого какой-то там БМ. То есть с зеленого там 15-20 БМа дают, с синего около 60 БМ, а с уже красного питомца, там уже зависит от его мощности, скажем так. Ну, а если вы его еще и оденете, то есть примените, он даст еще больше, соответственно, БМа. То есть, смотрите, если вы этого питомца поставили вот сюда, куда-то, он вам даст сразу 230 БМа. Если вы поставите сюда вставку, там, допустим, какую-то на ХП, на манну, то, соответственно, этот БМ будет существенно выше. Но сам факт, то, что он у вас присутствует в инвентаре в открытом типе, он уже за вот эти вот статы даст вам плюшки. И это можно доказать. Смотрите, вы можете нажать эффект и посмотреть, сколько всего статов дают мне все мои петы. То есть 65, 65, 50 и 90. Это достаточно неплохой такой бонус для общего БМа и хороший прирост. Поэтому учитывайте этот момент, это действительно полезная штука. Ну, то есть для вашего роста по БМу. Следующее. Карта мира во время пика или площади. Эту фишку мне же сказал Никита. Точнее, я о ней знал, но никогда и не пользовался. Но может вам когда-то она понадобится. К примеру, когда вы находитесь на пике, либо на площади, вы знаете, что когда вы открываете карту, вы не можете зайти, там, допустим, большая карта, там, змеиная долина, и посмотреть в заброшенном руднике, там, помочь вашему другу и сказать, допустим, вот, беги на вот этого босса, здесь встретимся. То есть вы не помните, где там какие мобы и так далее. Находясь на пике, нельзя, как и на площади, открыть общую карту. Но, есть небольшой момент. Если, допустим, ваш друг, либо еще кто-то, либо даже вот здесь, кто-то кинет точку, вот, фарма, допустим, давайте я зайду в группу, и вот сюда нажму точку, где, допустим, нахожусь, да, но я не смогу этого сделать, так как я нахожусь в местоположении, где нельзя кинуть это соответственно точку. Но, человек, к примеру, находится там в каком-то лесу, либо там, не знаю, в храме демона быка, либо еще где-либо, либо он находится, на той точке, где он находится, он может нажать на вот эту кнопку. И таким образом, вы в чат, в котором находитесь, кидаете ваше местоположение. А человек, который находится на пике, либо на площади, может нажать на это местоположение, И уже через это местоположение выйти на общую карту. То есть это иногда вам где-то в чем-то может помочь. То есть это лучше знать, чем, наверное, не знать. Это вот такая вот фишка от Никиты. Третья фишка. Автовыставление на распечатку коробок. У меня такая была проблема на твинке. Я просто не обратил внимания. Тут, конечно, если вы более внимательный или просто знаете это, то, конечно, вопрос у вас не возникнет. Но в игре есть тут такая галочка. Смотрите, когда вы заходите в снять коробку. Вот есть вот эта вот галочка. Мне казалось, что она означает. Ну, типа, что она делает. Начните вскрытие с выбора предметов. Может, если у вас английский клиент. Или вы просто в английском немножко больше шпрехаете. То, соответственно, наверное, здесь более правильное описание. В общем, что делает эта галочка. Смотрите, если я... Давайте для, скажем так, показательного ускорим. Смотрите, если галочку убрать и поставить коробку. Здесь нужно постоянно нажимать, начать снятие печати. И здесь, соответственно, для вас будет показываться цена за то, чтобы начать снятие печати. Если вы не хотите, чтобы такое было, да, нажмем вот так. Нажмем ON. Видите, да? То есть, что дает эта галочка? Это существенно ускоряет, облегчает вам процесс снятия коробок. Потому что у меня на одном твинке, на одном из трех твинков, у меня вот не стояла эта галочка. Я постоянно вот это прожимал, и меня вот это бесило. Я думал, блин, ну вроде все настройки переклацал. Где, что, как. Оказывается, вот эта галочка и отвечает за вот это автоснятие. Ну, начинание вот этого процесса автоснятия. В общем, надеюсь, тоже будет полезно эта фишка. От Ориона. Это его, я так понимаю, никнейм все-таки, вряд ли имя. Вот, сагрить мобов и убить кого-то на копке. Ну, я уверен, что он имеет в виду. Я еще добавлю от себя небольшую фишку. Не знаю, будете вы ей пользоваться или нет. Правильно это или нет, решайте тоже сами. Это не баг, ничего вам за это не будет. Но какие-то люди вас могут, наверное, за это не взлюбить. Приведу пример. Вы стоите, точнее, не вы стоите, а в небесной долине, либо в змеиной долине. Первый, второй, третий этаж, там нельзя убивать. Там нельзя пк-шить. Ну, скажем так, без последствий. И вас не получится убить какого-то человека, только если вы не владелец какой-то долины, либо не состоите в клане, вот чьи владельцы, соответственно, держат эту долину. Тогда вы сможете на первом, на втором, на третьем и, естественно, на четвертом этаже убивать всех без последствий. Абсолютно все равно. Вот, допустим, наш клан держит небесную долину. Я могу на первый, второй, третий этаж прийти и без каких-либо проблем для моего персонажа убивать хоть сотни, хоть тысячи человек, абсолютно не парясь. Не важно на любом этаже. Но, если вы играете твинком или просто не состоите в таком клане, вы можете прийти на второй, третий этаж и, к примеру, взять какого-то монстра, ударить. Если у этого монстра есть массовка, имеется в виду, он бьет по площади какой-то атакой, тогда этот монстр вам подходит. Если нет, то тогда он будет бить только вас и, ну, скажем так, у вас не получится. Вы бьете несколько мобов, водите по кругу, да, возле какого-то там бота или какого-то человека, который копает, отхиливаетесь банками и, соответственно, этот моб массовкой сможет убить этого человека, который копает. А вы уже заберете эту копку. Опять же, не знаю, хорошо это или плохо, решайте сами. Главное знать, что так можно делать. Ну и, наверное, претензии у вас могут быть от человека, который умрет, если он заметит. Как-то так. Есть второй вариант, которым я часто пользуюсь, ну, играя, наверное, любым классом. Хотя нет, наверное, не любым. Я не знаю, у мага есть такая штука или нет. У мага есть заморозка, в принципе, можно попробовать. Но, играя арбалетчиком, наверное, достаточно просто, либо если вы играете рубакой, или даже хилом. То есть, можно этим пользоваться. Я подхожу к человеку. Он стоит, к примеру, копает цветы. Он уровень 90, 95, абсолютно все равно. Он стоит, копает цветы, либо руду, либо энергию, там какую-то розовую, и она мне нужна. Больше нет локации, либо я не нашел, но я хочу копать розовую. Я просто подхожу к человеку, и вот, прожимаю, естественно, режим враг. И вот, к примеру, человек стоит, копает. Я ему даю стан. Если скилл сработал, я тут же начинаю копку. А он эту одну секунду стоит и не может раздуплиться. Вариант второй. Можно попробовать опрокидывание. Вот, видите, я просто человека опрокидываю, и пока он встанет, я уже копаю его копку. Вот так вот этим тоже можно пользоваться. То же самое это можно пользоваться вот в Змеиной долине, там где-то в Небесной, или в Кровавой долине, если вы докачались до 75 плюс левела и так далее. То есть это тоже, таким образом, можно, ну, то есть, скажем так, для себя получить какое-то место для фарма. Да, там руды какой-то, либо там цветов, энергии и прочее. Но я не говорю, что так нужно делать. Правильно это или неправильно. Решайте для себя, под себя, насколько вы агрессивный игрок, отжимаете ли вы точки фарма или нет. Я этим пользуюсь регулярно, абсолютно не зашкварно. И, соответственно, если мне нужна точка, она будет моя. Если человеку не понравится, ну, пускай попытается меня убить. Дальше. Пятая фишка. От Егора. Портал на панели быстрый доступ. Знаете, вот Егору, он на стриме мне это написал. Кстати, на стриме люди действительно полезные фишки иногда мне выписывают, которые я вот добавляю в подобное видео. Если вы знаете что-то подобное, заходите, советуйтесь со мной, спрашивайте и так далее. На стримах я еще и могу аккаунт посмотреть. То есть, есть такая услуга на стриме. Я захожу полностью, вот прям конкретно на ваш аккаунт. Даю советы по камням, по питомцам, по ситуации, что у вас так или не так с вашими шмотками, вставками в эти шмотки. То есть, как бы я бы правильно в дальнейшем развивался. По скиллам-то могу пройтись по кодексу и, соответственно, дать там рекомендацию по месту, где бы я фармил в ближайшее время. Если у вас прям неполная жопа на вашем аккаунте. Ну и, соответственно, есть люди, которые играют в эту игру несколько месяцев. И спустя только вот эти несколько месяцев, когда я зашел к ним на аккаунт и действительно показал на их недостатки плюсы и минусы на аккаунте, для них раскрылись глаза, что они действительно неправильно развивались. А я вроде бы на своем 15 уровне аккаунта что-то допонимаю в игре. Поэтому, если вам нужна такая услуга, обращайтесь. Также, если что, могу и целое видео вам снять отдельное, вне стрима. Для этого вам нужно будет обратиться в ВКонтакте, Телеграме, либо Вайбере. Но сейчас мы говорим о том, о той фишке, о которой я узнал на 96 уровне. Вы не поверите. Я реально, я вот сейчас без шуток, я узнал об этом на 96 уровне. Я просто никогда не нажимал это и не проверял. Смотрите, если вынести портал, обычный портал на панель, ну, не важно какой, на первую, вторую, третью, это не столь важно, вы выносите на панель и просто кликаете, там, не знаю, пальцем, либо мышкой, у вас, оказывается, появляется, не считал, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 последних порталов, куда вы тэпались. Я не знал этого, вот честно. Но, скажу, плюсы и минусы в этом, есть и минусы. Давайте сначала о плюсах. К примеру, вот, не знаю как вы, но я очень часто посещаю деревню духов Аркадии. И постоянно нажимать вот это сюда, 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 сюда. Допустим, удобно, да, что здесь можно выбрать НПС и сразу к нему тэпнуться. Но, вместо всего этого, вот так, и деревня духов Аркадии, и движение. Я телепортируюсь в начало духов Аркадии, ну, так как локация маленькая, там, 2 метра пробежать, то есть, это не проблема. Есть в этом и минус, который вы уже, я думаю, поняли. Если, допустим, я формлю в какой-то локации, ну, давайте от фонаря скажу, вот, Змейная долина, к примеру, вот, мне нужно вот третий этаж, и, допустим, я формлю на вот этом боссе, да. Если я вот так вот, вот сюда вручную зашел, я могу найти этого босса и прямо к нему телепортнуться. Но, если я нажму через быструю панель, я телепортнусь либо здесь, либо здесь, либо здесь, либо здесь, и начну бежать к этому желтому боссу. Точнее, я остановлюсь там, где я телепортнулся. А потом, когда я телепортнулся, мне нужно все равно открыть карту и нажать, к примеру, бежать вот в эту локацию. То есть, как вы видите, в этом есть и плюсы, и минусы. Но, допустим, вот как с Деревней Духа в Аркадии, или там Небесный замок, вам нужно телепортнуться и прочее, это достаточно удобная фишка. Ну, я считаю, что это лучше знать, чем не знать. И, надеюсь, вы это узнали на более низком уровне, чем я, потому что это действительно лично для меня полезная фишка. Надеюсь, эти видосики вам нравятся подобного характера. Если у вас есть что добавить, или у вас есть какая-то фишка, вы пересмотрели все мои видео по фишкам, и этого не нашли, напишите мне в ВКонтакте, в Телеграме, либо в Вайбере, и предложите свою фишку от вашего имени, либо никтейма. Я просто добавлю эту фишку, либо могу анонимно, это не столь важно, и, соответственно, другие люди, и, может, даже я для себя узнаю в этой игре что-то новое. Да, развиваемся вместе, раскачиваемся и повышаем свой уровень до 200-го. Жду вечером на стриме, надеюсь на вашу поддержку онлайн. Спасибо вам огромнейшее за то, что приняли меня в этой игре. Это действительно приятно, потому что аудитория у меня, ну, действительно хорошая, взрослая аудитория, по сравнению с моей предыдущей игрой, потому что там в основном это были детки какие-то, были, конечно, и взрослые, но преобладала детская аудитория летом 13-15 лет. Здесь все-таки аудитория более старшая, соответственно, люди могут меня больше поддержать, и с ними, ну, скажем так, чуть проще общаться, потому что им не нужно объяснять основы некого общения в жизни. Так что спасибо вам еще раз за большие пальцы вверх, за любые комментарии, желательно четырех слов и больше под любым видео. Если вы смотрите, оставляйте лайк, пишите комментарии, это продвигает мои видео. До встречи вечером, пока-пока.